Друзья, всем привет! В начале октября я выложил видео, обзор купленного мною дома. Это видео за месяц набрало около 150 тысяч просмотров. Там что-то 3000 лайков, комментариев очень много. В общем, по обратной связи я понял, что тема покупок домов в деревне, переезд из города в деревню, ну такая востребованная среди населения. Люди ищут такие дома, люди интересуются, за сколько можно купить дом в том, либо ином состоянии, в какой местности. Смотрите, значит, свой дом я приобрел за полмиллиона. Кто не видел, ссылка будет в описании на обзор моего дома. Многим понравилось, и я подумал, может быть, кому-то будет интересно узнать, что еще можно приобрести в нашей деревне и за какую цену, скажем так. Как раз так получилось, что мой друг продает дом у нас же в деревне. Чтобы вы понимали, где это находится, это юг России, Калмыкия, село Приютное. Он попросил меня, говорит, Игорян, можешь обзор сделать? Я говорю, да не проблема, давай назначим день, время, когда удобно будет, чтобы я подъехал. Он говорит, ну все, по рукам договорились. Мне самому интересна данная тема, потому что я мониторил цены в нашей деревне. Ну и думаю, вам тоже будет интересно. Давайте приступим уже наконец, да? А то я затянул немного с этим вступлением. Так, смотрите, дом находится на улице Воробьева, 12. Значит, двор состоит из двух жилых строений, да? Это сам дом и кухня, да, летняя. Так, ну еще есть там огород. Я прям, знаете, волнуюсь так, как будто в первый раз обзор делаю. Смотрите, дом Саманный обложен красным кирпичом, да? Здесь у нас находится септик. Везде и в доме, и в кухне стоят евроокна. Железные ворота. Заходим во двор. Здесь, ну асфальт, я так понимаю, да? Так, площадь участка 6 соток. Значит, сам дом, крыша у нас шиферная, есть пристройка, все это обложено. Есть навес от дома до сарая. Значит, ну такая забетонированная площадка, тут для двух машин стабильно. Здесь находится бассейн. От бассейна идет, значит, водопровод. Шлангу подсоединить, да, надо. И вода заходит в дом. Давайте в дом зайдем. Значит, порожки выполнены классно, видите? Полукругом. Дверь железная. Так, заходим в дом. Значит, тут сразу такой небольшой передурчик. Налево тут идет санузел. То есть, ванна, унитаз, стиральная машинка, котел, газовый счетчик, бойлер стоит. Вот. Классно, да? Так, шкаф. Тут такой тоже небольшой коридорчик. Трубы, значит, железное отопление. Так, тут тоже коридор получается. Здесь основная комната, зал. Дом продается с мебелью, ребята. То есть, полностью, да? Прям заезжай и живи. Хозяева отдают. Ну, здесь так красиво все. Аккуратненько, все чистенько. Так, и здесь есть вторая комната. Ну, это спальня. Ну, тоже. Везде стоят евроокна. Все чисто красиво. Ковролин постелен, да? Тут тоже в зале, видите? Ковролин постелен. Вот. Так. Такой домик. Аккуратненький. Холодильник тоже остается. Так что, все классно. Так, выходим. Так, теперь идем в летнюю кухню. Так, тоже стоят везде евроокна. С той стороны тоже железная дверь. Порожек. Классный. Так, заходим. Значит, здесь холодильник. Маленькая кухня. Вода подведена. Так, тут, значит, заходим. Здесь комната. Где как раз таки кушают, отдыхают. Есть кондиционер. Телевизор. Ну, то есть, тоже полностью с мебелью. Все отдают. Печка стоит. Газ подведен. Стоит форсунка. Вот. А, я же вам не сказал, или говорил, не помню уже. Площадь у дома 72 квадратных метра. Жилая площадь у него 52 квадратных метра. Как уже сказал, да, площадь участка 6 соток. Так, смотрим, значит. За кухней у нас находится огород. Ну, здесь вот некоторые деревья растут. Слива, кажется. И то, по-моему, или абрикос. Вот. Ну, такой небольшой огородик. Ну, при желании тут можно засеяться, пахать, сад развести. И, в общем, целую кучу всего. Забор шиферный. Вот так. Теперь, значит. Здесь у нас есть... Давайте, наверное, с гаража начнем. То есть, такое большое строение. Тут у нас и гараж, и подвал. Так. Ну, вот он. Тихо, 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 тихо. Купачки. Стопоры есть, да? Ну, все по фаншую. Как полагается. По-взрослому сделано. Так, значит. Такой гараж. Яма. Яма, значит, обложена кирпичом. За штукатурина есть лестница. Так. Тиски. Даже кресло есть, вы видите. Руки даже не помыть есть. Супер. Так, ну и вторая комната. Такое помещение, да? Гаража. Здесь свет был. Ну, тут тоже разнообразный инструмент. Я не знаю, на самом деле, вот, владельцы будут все это вывозить или нет. Ну, смотрите, если, значит, оставляют всю мебель в доме, да, в кухне, то, скорее всего, и весь инструмент. То есть, ну, тут, видите, все красиво. Так, кстати, по полочкам уложено. Надо будет в своем гараже тоже так сделать, да? Ну, возможно, инструмент останется, возможно, не останется. Я не знаю, скажу вам честно. Меня попросили обзор сделать, я как бы делаю обзор, да? Ну, это мое предположение. Тихо, 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 тихо. Видите, как топоры работают. Это мое предположение, что, возможно, оставят. Может быть, не оставят. Так что, непонятно. Так, это был гараж. Также в этом здании есть подвал. Так, подвал. Подвал небольшой, низенький. Ну, в рост стать можно, смотрите. Вот, прям легко, во мне метр семьдесят, да? Спокойно остановлюсь, да? Ну, это, наверное, тоже все остается. Я не знаю. В общем, такой здесь есть у нас, значит, подвал. Давайте спустимся вниз. Так, подвал. Так, 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 вот. Ну, здесь, конечно, в полную силу разогнуться нельзя. Но вот, как бы, голову наклонить и можно стоять. Ну, а для подвала что нужно, да? Чтобы было место, где там картошку, лук хранить, банки, склянки. Вот они все стоят. Вот. Все стоит, все аккуратненько. Здесь смола. Залито, да? Смолой все. Тоже, видите, поштукатурено все. Обложено. Подвал сухой. В общем, супер. Выходим отсюда. Ой-ой-ой-ой. Ударился. Низкие потолки. Даже с моим небольшим ростом, да, метр семьдесят, можно удариться. Так, есть такое дело. Подвал. Замочек. Так. И, значит, второй двор перегороженный, да? Такой заборчик небольшой. Тут есть охранник. Ух! Пес Барбос. Привет. Охраняешь двор, да? Чуть меня не искусал. Так, смотрим, значит. Тихо-тихо-тихо, пес Барбос. Тебе, наверное, здесь скучно, да? Охраняешь в одиночестве. Туалет есть. Ну, туалет еще и в доме был, вы знаете, да? Так, ровненько, чистенько все. Вот они. Значит, несколько сараев есть. Сараи, видите, кирпичные. Давайте один покажу вам. Вот. Заходим. Ну, так, пес, пес. Ты давай это аккуратненько. У меня все-таки белые штаники. А то сейчас еще покусаешь меня. Так, ну, видите. Да? То есть, такой сарай. Аккуратненький, чистенький. Ну, и вот тоже небольшой сарайчик. Есть, ну, видите, тут трубой под отперета. Та-та-та-та-та-та-та-та. Не хулигань. Так, тут, наверное, солнце будет плохо видно. В общем, здесь вот старый душ стоит. Ну, душ сделан такой, на века. Кирпичный. То есть, все четко. У-у-у-у-у, пес, пес, пес Барбос. Давайте с этой стороны участок покажу. Тут деревья растут, плодовые. На вишню похоже. Вишня, вишня, груша. Вот. Такой небольшой, аккуратненький участок. Ну, а это уже идет, да. Как вы помните, здесь огород был, да. Огород, сад. Сетка рабица. Так. Ну, давайте покажу вам душ. Должен быть тут открытый. Да, вот душ. Смотрите, тут полноценная баня, елки-палки. Классно сделано по уму все. Так. Ну, все. Пес Барбос. Необычный кросс. Хоп-хоп-хоп-хоп. Давай. Охраняй. Дом. Никого сюда не пускай, понял? Вот. Все. Давай, пакеты. Так, друзья. Сколько же стоит данный земельный участок с двумя жилыми строениями, да? Ну, владелец мне сообщил, что за миллион двести продают. Ну, как я понял, торг возможен. Да, тут как бы я контакты оставлю хозяина, да? В описании к этому видео. То есть, кому будет интересно какие-то более точные подробности узнать, да? То можете ну, звонить по этому номеру, да? И уточнять все моменты, которые вас интересуют. Вот. Так, ну, что вам еще показать? Ну, все. Забор из металлопрофиля сделан, да? Спров-настила. Железный. Здесь. Здесь из шифера сделан. Там деревянный забор. Значит, школа находится ну, буквально тут в трех минутах. Вот красный дом двухэтажный. За ним пройти тут, не знаю, метров триста, наверное, и школа начинается, да? Там до центра села, ну, минут десять, наверное, пешком. Вон церковь видна. Ну, видите, купола церкви, да? Так, ну, все на этом, наверное. Если видео вам понравилось, ставьте большой палец вверх. На канал подписывайтесь. Жмите кнопку колокольчик, чтобы новые выпуски не пропустить. Комментарий напишите какой-нибудь, что вы вообще думаете, да? По поводу данного домовладения. Как он вообще понравился, вам не понравился данный дом? Вот. Ну, и, наверное, все. Будем прощаться. Всем всего самого хорошего. До скорых встреч. Реведерчи. Значит, про коммуникации скажу. Буквально пару слов, да, в конце. Значит, газовая линия проходит прям рядом со двором. Входит в дом газ. Вот здесь труба идет, да? Как уже говорил. Вот здесь находится у нас септик. Ну, санузел отсюда, да, выходит. Так, теперь по поводу воды. Смотрите. Значит, ну, сам колодец есть для водопровода. Ну, был бы в нашем селе, в нашей деревне еще водопровод, было бы классно. А так у нас вода вся привозится. Бассейн находится. Вот здесь я вспомнил, что я же обзор бассейна не сделал, да? Ой, какая тяжелая крышка. Вот вода. Кстати, вот она идет трубка. Вы видите, вон она. Вода в дом заходит. Это просто кран, чтобы воду набирать. Ёлки-палки. Бассейн полнейший. Я не знаю, наверное, водовоз помещается стабильно, да? Надо будет у владельца уточнить. Ну, точно, водовоз помещается. Вот, все. Вот, наверное, это я и хотел уточнить, да? То, когда я свой дом обозревал, там, многие спрашивали, а что там с водой. Ну, как уже сказал, центрального водопровода у нас нету. Вода привозная. Привозят из соседнего села. Дивное, да? Ставропольский край. Вот. Ну, а водопровод, канализация, все это есть. В доме подведено. Вода в кухню тоже подведена. Так что с этим вопросов нету. Когда в деревне появится водопровод, то уже, считай, колодец есть. С этим все классно. Ну, а газ, вот он тоже. Отопление не дровяное, а именно газовое. Так, ну, теперь точно все. Всем пока.